Здравствуйте, Козероги! Это еженедельный расклад для вас. Расклад на неделю с 13 по 19 апреля. Ну что я вам хочу сказать. Вам предстоит интересная и серьезная неделя, и вы не правы. Чем вы там дерзаетесь, вы не правы. Во-первых, тема недели. Карта император. Обратите внимание, что император сидит на троне. Он человек, который обладает определенной властью. У него в руках огненный меч, а сзади него стоит ангел с алыми крыльями, как символ власти и поддержки высших сил. То есть, то, что вы делаете, вы делаете правильно. Я не знаю, чего это касается. Но вы поступаете правильно. Вообще, кстати, Козероги, смотрю, такие более-менее правильные люди. По крайней мере, на этой неделе явно. Вы делаете это правильно. Но по каким-то причинам, то, что касается дома семьи, у вас возникают вот такие странные сомнения и терзания. Но это младший аркан. Я предположу, например, это может быть, знаете, какое-то... Сейчас скажу, на что похожа эта энергия. Вот есть что-то у нас привычное. Наш привычный уклад жизни, наше привычное понимание, как это должно быть. И тут вдруг появляется что-то новое. То есть, ваша душа, ваше сердце и ваши привычки, они в том старом. И это новое естество. То есть, интуитивно вы понимаете, что да, в общем-то, есть в этом что-то. Но внутренне это же непривычно, а потом, Бог узнает, чем оно обернётся. И у вас такое ощущение, вот вы истязаете себя сомнениями. Но и зря. Потому что то, что происходит, вами сейчас, понимаете, и вы, и вами высшие силы как бы управляют и руководят. Они вам не позволят просто. Понимаете? Ангел за плечами этого императора, в случае, если императора понесёт, он ему не позволит настолько сбиться с пути истинного. Расклад на неделю, поэтому мы учитываем, что это энергии для этой недели. То есть, вот так, если вы будете себя терзать сомнениями, первое, вы не сможете ни к какому прийти в итоге выводу. И вы всё-таки необъективны, вы очень субъективны в этих своих терзаниях. Любовь, отношения, дружба. Здесь я бы сказала, что, не знаю, вот я отношусь к этой карте хорошо. У меня всё-таки ощущение, что больше как позитивной динамики. Единственное, что карта испытаний, карта силы, здесь надо быть, конечно же, я про вот это всё, это у нас вот три старших аркана, да, что нельзя проявлять вот такое малодушие, вот такую слабость духа. Надо сохранять и быть человеком сильным на этой неделе. Даже в отношениях. Ну, понимаете, это вот, если вас вдруг попросит о каком-то одолжении, только потому, что вы руководствовались ленью, или типа, да ну его, вот понимаете, вот это вот будет малодушие. Надо быть внимательным, потому что вам жизнь может преподнести приятные сюрпризы в общении и в отношениях с людьми. Но вы как бы должны быть всё-таки человеком, даже не знаю, слово такое пришло, правильным, но это как-то вроде так звучит странно. Ну, вот у меня такое ощущение, не могу сейчас подобрать другого слова, понимаете. Вы должны всё-таки совершать более здравые, трезвые, взрослые, взвешенные поступки по отношению к людям, с которыми вы общаетесь. Вот так бы я сказала, быть более-менее справедливым, что ли. Не могу пока подобрать слово, но я надеюсь, сумбурно что-то промяблило, надеюсь, понятно вообще, что я имела в виду. Но эта карта у меня, она ассоциируется больше с положительным. Возможно, будут происходить какие-то события, и будут происходить стремительно. Они даже не от вас зависят, вот так вот, шук-шук-шук-шук, такой круговорот. И эти события важны. И вам важно быть сильным духом. Ни в коем случае не падать духом, не позволять каким-то своим низменным побуждением, трусости, не знаю, там ещё чему-то поднять голову. Работа, карьера, учёба. Вообще десятка мечей всех пугает в традиционных колодах, потому что там лежит такой дяденька, и у него из спины 10 окровавленных мечей торчат. Здесь, вот в этой конкретной колоде ангелов-хранителей, десятка мечей, она совершенно другая. В первую очередь, о чём она говорит? Я так предположу, что у вас какое-то время назад были всё-таки какие-то неприятности. Причём даже, не знаю, по ощущениям, что это не то, что на прошлой неделе. Вот какое-то время назад, несколько месяцев назад, может 2-3, у вас были неприятности. То есть, я бы сказала, вы своего рода натерпелись. И в результате этого, теперь уже пережив всё это, сейчас у вас как раз в сфере, вот тут здесь на работе, относительная гармония. Вы уже, человек, переживший какие-то неприятности, трудности, прошедший этот этап, вы обрели мудрость, вы обрели гармонию. Вы уже так не реагируете. То есть, понимаете, вот такое впечатление, что каждый из этих мечей – это какая-то проблема, это какая-то боль, это какая-то неприятность, которую вам пришлось пережить. И сейчас вы просто смотрите на это вот так вот сверху вниз, и понимаете, да, но сейчас вы относитесь к таким же, вот если сейчас возникли какая-нибудь из этих неприятностей, вы уже на это по-другому смотрите, вы уже это проходили и стали, ну, даже не чёрством, нет, а, ну, своего рода, да, уже смотрящим на это с другой точки зрения. Здесь, в этой колоде конкретной, десятка мечей означает гармонию. Которая как раз приобрелась, да, и прийти к этой гармонии было непросто. Деньги, финансы. Здесь я бы обратила ваше внимание на что. Сейчас не скажу, сколько это денег, но. Что важно, на этой неделе, с 13 по 19, козероги, вы услышите, увидите, не знаю, будет какой-то знак, не знаю, сон там, птичка прилетела в тот момент, когда вы о чём-то подумали, кто-то что-то сказал, в газете прочитали, по телевизору в новостях мелькнуло, неважно, вы получите какую-то информацию или знак относительно вашей финансовой ситуации. Это будет касаться конкретно вас. Ну, приведу как пример, например, если вы мать-одиночка, условно, и вдруг вы включаете телевизор и слышите, на основании того-то, сего-то принятого закона, теперь у нас в соцсобеспечении что-то там для матерей-одиночек. То есть это будет касаться конкретно вашей ситуации. Для вас эта информация важна. Будьте внимательны к знакам, к сказанному людям, к прочитанным, если вам что-то попадётся, то, что вас касается. Будьте внимательны к этим знакам, потому что они для вас будут иметь значение впоследствии. Козероги, вперёд, дерзайте, будьте, в общем-то, у вас всё вполне хорошо. И перестаньте терзаться сомнениями. В таком состоянии вы не примете это решение, что вы там должны принять. Понимаете? Потому что вы себя больше истязаете. Выдохните и просто доверьтесь, так сказать, высшим силам. У вас это, понимаете, это похоже немножко, эта карта «Двойка мечей» на папессу. Надо прислушаться к внутреннему голосу. Вы не найдёте этой правды вот так вовне. Да вы хоть и сбегайтесь, вы хоть всех опросите. Правда внутри вас. Но вы её не видите и не слышите. Вы мечетесь. Эти метания, они не позволяют вам сделать правильный выбор. Козероги, я желаю вам удачи на этой неделе, чтобы всё у вас сложилось и получилось. И слушайте, слушайте, смотрите, читайте. Что-то где-то мелькнёт. И это вам важно. Всё, спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok